В свои впечатления от Америки, очередное, это не новое уже впечатление, очередная порция юных, прекрасных, хороших лиц русских в Америке, очередная волна, только что уехавших, да, совсем молодые, учащиеся до 30 лет, образованные, свободные, уехавшие, сбежавшие, кто сбежал, кто уехал, просто, не диссиденты даже, да, они, кто-то, кто-то потенциальный был политзаключенный, болотники, это, они уже, уж успели раньше сбежать, сейчас просто молодые ребята в большом, почти товарном количестве, да, я их встречал в каждом городе, 30-летние, 25-летние, он живет в Сиднее, работает в Калифорнии, он подошел ко мне, он помнит куклы, его родители там, меня там, чтобы просили, свободные люди, огромные, уже давно не еврейская миграция, давно она совершенно интернациональная, она российская, это люди бежали из неволи, это сотни тысяч, если по миру миллионы, молодых россиян, потенциальная элита, я уж не говорю о сегодняшней элите, которая не потенциальная, а уже о философии, филологии Михаила Лепштейна, который преподает в Атланте, там же замечательная пара питерских историков, выдавленных из Питера, да, уникальные люди, замечательные люди, я ходил по таким рукам там, там жил у таких людей в гостях, это все элита, российская элита, которая выброшена наружу. Полный Лондон, полная Прага, полная Рига, полный Берлин. Да, правильно, Берлин я писал, вспоминаю, на боковские времена, потому что уже счет идет на десятки тысяч, тогда было 600 тысяч после революции, скоро подойдет и там, да, значит, это пятая уже по счету эмиграция, это вот век от этого ВЧК, столетнего нашего, а мы все с ВЧК, мы все празднуем юбилеи ВЧК. Советую всем тем людям, особенно молодым, которые всерьез подумывают о том, чтобы из России свалить, советую действовать более оперативно в новой сложившейся ситуации. Самое лучшее время, чтобы эмигрировать из России, так просто эмигрировать из России, как сейчас, не было никогда. Рисуете плакат с надписью «Путин вор», выходите к администрации, получаете административку, потом подаете апелляцию в суде, суд вам отказывает, потом вы подаете в милицию о нарушении ваших прав, получаете отказ, с этими тремя бумажками едете в любую страну, получаете статус беженца, пять лет мойте полы, учите язык, живете новой жизнью. А если хочется остаться на родине? Значит, хочется остаться на родине. Я думаю, что в конечном счете люди, которые выбирают Запад как место жительства, они ничего не теряют, если они не знают язык, интегрируются, поэтому беспокоиться нечего. Мне кажется, что главным все-таки явлением истории является принадлежность к цивилизации, а не к какому-то государству, которое ведет себя непотребно. Спасибо.